Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска 2 литра автомат Передний привод Пробег на автомобиле 84 тысячи километров На переднем правом колесе Передний сайлентблок на нижнем рычаге Выбит Заходило колесо Сейчас подниму, покажу Ну, также Только с более большей нагрузкой И с левой стороны тоже движется Раз менять передние сайлентблоки Решили сразу заменить и задние сайлентблоки Поднимаю автомобиль Снимаю оба колеса И снимаю рычаги Вот этот сайлентблок Видно, как он ходит И звук издает Такой, как будто подвески в автомобиле вообще нет Внутренний сайлентблок тоже надорванный Вторую сторону не видно Сниму, посмотрю Поэтому То, что решили их заменить Тоже правильно Ослабляю передний болт сайлентблока Головка на 17 Также ослабляю На шаровой опоре Гайки Снизу Тоже головка на 17 И болт сверху на 17 Головка сюда не подлазит Накидным ослаблю И болт заднего сайлентблока Головка на 19 И сверху гайка тоже на 19 И откручиваю Что здесь удобно Здесь Стабилизатор К рычагу не подвязан Он идет в стойке Болты коррозии маленького Прихвачены Головка на 21 и также верхний болт я открутил и нижние гайки я ослабил но до конца не открутил одну заподлицо со шпилькой здесь шпильках шлицевая нарезана помимо того что в рычаге она еще шлицевая заходит в шаровую как направляющий фиксируется поэтому даже открутив ее рычаг от шаровой не отходит два-три хлевских ударов по одной по другой шпильке чтобы шаровой отошла и теперь рычаг можно вытаскивать все и таким же образом снимаю со второй стороны со второй стороны я тоже рычаг снял вот по соленблоку по заднему сейчас покажу видно надорван с этой стороны и особенно надорван с другой стороны передний соленблок стоят две вот таких резинки внутри они с проточками здесь направляющие как бы отлиты и вот этот соленблок который гулял он вырванный и уже разбитый на втором рычаге он вырван только с одной стороны вот с этой спереди но он еще не крутится а задний соленблок разорван также и с одной и с другой стороны сейчас делаю пометки маркером вот здесь отливы на резине и по этим отливам я с двух сторон сделаю здесь пометку и здесь пометку беру новые соленблоки оригинальные большой соленблок 54 584 2 S 3 0 вот такой вот соленблок передний соленблок у нас 54 551 2 S 3 0 вот такой передний соленблок вот они отливы на резине на которой одеваются вот эти резиновые демпферы резиновые демпферы вот так вот иду выпрессовываю перед тем как выдавливать задние соленблоки я ослаблю их со стороны где нету резины отверткой по краю с одной стороны и так же с другой стороны за счет этого нагрузку на пресс можно делать меньше вот так цветочком я сделал сейчас резкость подогнул головки на 28 меня нету здесь диаметр на 20 там получается на 27 диаметр соленблока я беру головку на 27 и головкой сейчас выдавлю через оправку также здесь как я и говорил с двух сторон я ослабил и так же оправку сейчас выдавлю на 28 было бы лучше оправки такого диаметра у меня нету пока пока все вот он соленблок так же теперь через оправку выдавливаю большой ягод вот он клево сухом ягод полу 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 Все, большой силиконовый блок тоже выпрессовал. А теперь берем, запрессовываем, смажу рычаг силиконовой смазкой. Также смажу соленблок. И теперь отливами выставляю на свои пометочки. Вот так вот и запрессовываю. Добавляем силиконовую смазку. 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 все задний саленблок одели по меткам как и делал одеваем передний так же брызгаю силиконом саленблок тоже саленблок который стоял родной у него была такая железная вставочка здесь на новом саленблоке такой вставки нет хотя саленблок оригинальный что-то изменили в конструкции и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Все, саленблок тоже стоит на месте Аналогичным образом запрессовываю второй рычаг Одеваю сюда резинки и устанавливаю Запрессовал оба рычага А теперь же идем устанавливаем На переднем саленблоке гайка внутри варена Смазываю ее сразу Немножко ухо монтажкой я разожму Буквально чуть-чуть Маленько ступицу отводим в сторону Ступицу отводим в сторону Параллельно под таким наклоном Получается Практически упираясь в стабилизатор Здесь вот Она входит нормально, без усилия Смазываю передний болт Медной смазкой смазал И вставляем его в саленблок Так же Теперь попадаем в задний болт Тоже его смазываем Снизу отверткой совмещаем отверстие Все Отдел Наживляю гайку сверху А уже после этого Одеваем шаровую опору Смажу резьбу Одна у нас резьба в шаровой опоре И две шпильки у нас в рычаге ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА все я все три точки наживил а теперь мы берем их и протягиваем болт заднего сайлентблока я затянул шаровую опору я затянул а вот чтобы передний сайлентблок затянуть после этого машину на развал отправлять уже не будем потому что изменить схождение мы не должны я поджимаю гидравлической стойкой поджал правую сторону и вот теперь можно зажать сайлентблок очень часто мне задают вопрос что ага сайлентблок то надо на нагруженной машине затягивать да абсолютно верно такие сайлентблоки чтобы они не рвались их нужно затягивать на опущенном автомобиле но ямы у меня нет и как правило все автомобили которые связаны работают именно с сайлентблоками отправляю потом на развал сразу предупреждаю чтобы люди на развале просили перезатянуть эти сайлентблоки все сайлентблоки я затянул опуская и иду аналогичным образом устанавливаю вторую сторону и на этом все замену сайлентблоков нижних рычагов я произвел всего вам доброго